О, друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбл Макс, и мне кажется, настало время узнать, что нам дадут в июне по подписке Xbox Live Gold. Чё там по голду? Ну а по голду у нас следующие игры. Шантэ и проклятие пиратов, Кофи Тел, Дестрой Эл Хьюманс и Сайн Мор. И давайте по порядку. Шантэ и проклятие пиратов. Третья игра про Шантэ от Девушку Джина. По словам, эта часть стала самой масштабной во вселенной этой франшизы. И тут вам предстоит вступить в союз с заклятым врагом по имени Риски. И отправиться на поиски пиратских артефактов и помешать воскрешению темных сил, которые по сюжету хотят уничтожить мир. Как это оригинально. Вообще, одну из частей по голду раздавали не так давно, было это в марте. И многие об этой серии отзываются довольно-таки хорошо, поскольку эта игра собрала в себе все, что нужно платформеру. Сюжет, оригинальные загадки, приятное музыкальное сопровождение и довольно неплохой геймплей. Единственное, эта часть нас не порадует современной 3D графикой, как та часть, которую раздавали чуть ранее. Но зато сможет погрузить нас в мир пикселей. Несмотря на то, что эта игра не триплей, любители платформеров и фанаты Шантэ ее появлению могут обрадоваться. Наверное. Coffee Talk или некий симулятор бариста становится второй игрой по раздаче в июне. Если вы вдруг захотите выслушать жизненные истории вампиров, оборотней, русалок или прочих сказочных персонажей, ну а также блеснуть перед ними своим опытом в приготовлении какого-нибудь кофе, то эта игра для вас. Что нужно делать в игре? Кофе. И немножко поддержать разговор с теми, кто к вам приходит. На самом деле у меня эта игра не особо вызывает интерес, но обзорщики эту игру все-таки похваливают. Единственное но для российского региона это то, что если я не ошибаюсь, эта игра все-таки полностью на английском. Что в принципе немножко неприятно для тех, кто не знает этот язык. Кстати, может быть кто-то из вас работает бариста? Если да, то напишите в комментариях, я бариста. Посмотрим сколько вас. Destroy El Humans. Вот тут реально должны немножко порадоваться все те, кто застали времена оригинального иксбокса. Поскольку нам бесплатно дают некую GTA, в главной роли которой выступает инопланетянин. Игра представляет собой некое высмеивание ситуации с НЛО в 50-х годах. И показывает то, что могло бы произойти, если бы они реально существовали. В игре нам предстоит уничтожать все живое, рушить дома, читать мысли, гипнотизировать людей. Короче, дофига чего, что нельзя сделать в реальной жизни. В свое время, мне кажется, игра была хорошо оценена, поскольку тут действительно оригинальная идея и неплохая реализация всего задуманного. А вообще, если чуть-чуть задуматься и задаться вопросом, почему именно эту игру раздали по подписке, то можно вспомнить, что совсем скоро выходит ремейк этой игры. Да, конечно, вы можете сказать, что это некое совпадение, но я так не думаю. Если вы вдруг играли в эту игру во времена Xbox Original, то напишите, чем эта игруха все-таки цепляла. И крайней игрой в июне становится Sign More. Как по мне, это просто обычный скролл-шутер про самолетики. Что можно сказать про нее? Ну, пиу-пиу, вжух-вжух, я проиграл или я выиграл. Если честно, такие игры мне нравятся меньше всего, поэтому даже рассказывать они неохота. В принципе, это все игры, которые раздадут нам в июне по подписке Xbox Live Gold. И знаете, по комментариям заметил такую тенденцию, что люди каждый месяц говорят, что подборка говно, а хуже она быть не может, в итоге смотрят следующий месяц и убеждаются в том, что все-таки может. На самом деле, подборка выглядит очень слабо по сравнению с подборкой PlayStation. У них как-никак Call of Duty и Battlefront, что весьма очень круто. Но напоминаю вам в который раз, что Xbox Live Gold не ориентирован на то, чтобы вам раздавать по раздаче АА-проекты. На это ориентирован как-никак Xbox Game Pass, который неплохо в последнее время нас радует. Если делать какой-то вывод с раздачи, то у меня этих игр никогда не было, да в принципе и по раздаче они мне не особо-то нужны. Короче, в этом месяце мне вообще эта подборка не вкатила. Напишите свое мнение в комментариях, как вам подборка, может быть кто-то рад ей. И на этом, в принципе, все. Если вам ролик понравился, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И большое спасибо вам за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok